Доброго времени суток! И сегодня на примере тренинга от бизнес-молодости «Как надо продавать» я расскажу вам, как не надо продавать. Укажу на ошибки людей из бизнес-молодости и приведу свои примеры, как все-таки стоило бы поступить. Причем я это делаю бесплатно, а не так, как они. Поэтому приятного просмотра! Итак, начну я обзор данного тренинга с конца тренинга. Почему? Сейчас поймете. Просто посмотрите и послушайте, что нам говорит человек со сцены. Как вы понимаете, я совершал тучу ошибок, я наговорил много корявого, но... И теперь сразу вопрос. Как человек, который берет деньги за тренинги по продажам, собирает аудиторию, может сказать на эту аудиторию, что я совершил кучу ошибок, наговорил кучу корявого? Это разве тренер? Это разве подход к продажам? Это первое. Второе. Как аудитория, в принципе, продолжает платить этому человеку за то, что он буквально им в лицо, получив их деньги, говорит, что, ну, я не умею, я не умею продавать, я говорю коряво, я совершаю ошибки. Ну и третье. Почему я как раз делаю этот обзор? Потому что, ну, вот, это ошибки, так не стоит продавать. И нужно это разобрать, потому что люди почему-то продолжают верить. Сразу хочу рассказать, как строится данный тренинг, который мы сейчас с вами посмотрим. Изначально был блог, когда люди из бизнес-молодости, вот эти организаторы бизнес-молодости, приглашали людей из зала к себе на площадку, чтобы те играли роль клиента, проходили секретаря, потом доходили до ЛПРа, это лицо, принимающее решение, и предлагали ему свои услуги и товары. Они так пропустили двух людей, весело над ними посмеялись, и потом один из учредителей как раз бизнес-молодости, он сказал, ну, теперь я буду клиентом, я покажу, как стоит проходить секретаря, как стоит выходить на ЛПРа и делать ему предложение. И в конце он говорит, что он это сделал неправильно и коряво. Но мы именно рассматриваем путь, как же стоит продавать, как стоит проходить секретаря, и как стоит делать предложение лицу, принимающему решение. Внимание на экран. Ты будешь, Василий Николаевич, суперкирпичи. Я буду, Василий Николаевич, суперкирпичи. Притом, сразу хочу сказать... Давай ижевский кирпич ты будешь. Ижевский кирпич, хорошо. Я сразу хочу сказать, я не буду сейчас по скрипту это делать. Я не буду это делать правильно. Я буду это делать как-то. И мы посмотрим сейчас, как это получится. Вот представьте, что вы даже не заплатили деньги, а вы просто работаете в компании, которая занимается продажами, к вам приходит тренер, либо ваш штатный, либо тренер, которого наняла компания, и он вам говорит, я не буду сейчас работать по скриптам. Это, в принципе, нормально. Значит, возможно, у него есть свой подход к делу, возможно, он понимает, что он делает, и он сможет вам показать такие импровизационные ходы и пути обхода секретаря и ЛПРа. Но дальше он говорит, я буду это делать неправильно. Ну, в общем, посмотрим, как я это сделаю. И вот на этом моменте у вас разве не будет мысли в голове, что что-то здесь не так. Вы что, его с улицы, что ли, пригласили? Это вообще нормально, нет? Ладно, смотрим дальше. Архан, ты только совсем говняком не будешь? Я постараюсь. Ты, ну, как бы относительно. Представь, что ты вот реально вот такой, да? То есть ты мужик. И зал смеется. Здесь я просто хочу сказать, что все вот эти сборы бизнес-молодости, они как такой театр одного-двух актеров. Ну, просто мы встретились, нам заплатили, мы повеселили публику, а публика и рада заплатила деньги, чтобы их научили продавать, а они просто посмеялись. Ну, в общем, стендап-концерт двух актеров. Прекрасно. Поехали дальше. Ну, мужик такой, который строит, и у него такой неинтеллигент московский. Чебоксарский мужик. Чебоксарский мужик, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Меня зовут Петр, компания «Стройопткирпич». Извините, как вас зовут? Меня Любовь. А по отчеству, извините? Тимофеевна. Любовь Тимофеевна, добрый день. Мы ижевская компания, занимаемся опытными поставками кирпича. Мы пришли к вашему руководителю обсудить условия сотрудничества по поставке кирпича на объекты. А вы договаривались? Нет, мы не договаривались, но мы сейчас в Чебоксарах проездом. Очень занятой человек. Да, да, я понимаю. Но мы как раз вот были на вашем сайте, посмотрели, что у вас сейчас 6-7 объектов, хотим сделать предложение на официальном бланке, хотели бы с вашим руководителем, не могли бы вы спросить, не мог бы нас принять, раз уж пришли. Здесь поначалу вроде бы все нормально, то есть человек говорит уверенно, говорит не перебиваясь, при этом это правильно, когда ты работаешь секретарем, потому что секретарь не принимает решения, это просто блокада. И вот вживую пришли, не говорят, что именно хотят, конкретики нету, все правильно, потому что, ну а зачем секретарю знать? Но вот под конец начинается вот этот вот зажим, что ну вот, может вы пустите, раз уж мы пришли. Здесь можно немного соврать, сказать, что у нас есть предложение, вот оно есть, его нужно рассмотреть. Мы там созванивались, ваш директор нам звонил, или мы уже отправляли коммерческое предложение. Лучше всего сказать, что мы отправляли, ответа не получили, вот мы пришли и так далее, и тому подобное. То есть ситуации вообще разные. В принципе, человек с улицы, когда приходит, ему скорее всего скажут нет, так что лучше изначально вообще позвонить. Но это другой момент, здесь более-менее нормально. Смотрим дальше. Раз уж пришли. Да. Это тот момент. Ну вы пустите, раз уж мы пришли. Ну раз уж вы пришли, то ну идите дальше куда-нибудь. Нет, мне нужно поговорить с вашим генеральным директором. У меня есть предложение, в общем мы сейчас экономить будем. Мы сейчас будем с вами сотрудничать так, чтобы зарплата поднимется. Пускайте. Все. Кто это? Я еще не позвонил. Здравствуйте. Николай Геннадьевич. Да, Люба. Что? К вам молодой человек. Кто это? Что ему нужно? Он там директор. Какой директор? Николай Геннадьевич, выпейте чайку. Ладно, давай. Ну ладно. Давай, пускай. Давайте. Добрый день. Петр. Николай Геннадьевич? Да. Николай Геннадьевич. Добрый день. Извините, можно присесть? Конечно. Спасибо. И вот здесь сейчас прошу вас сконцентрироваться, потому что как раз и начинается предложение. Как бы секретарь в данном случае был, ну, фикцией просто, чтобы занять время, чтобы поговорить. То есть секретарь сразу начал общаться с директором, чтобы пропустить человека. В основном так не происходит. В основном секретарь говорит, нет, погодите, нет, не пущу, нет, отправляйте на почту. То есть это заведомо неправильный подход. Ну, поехали дальше. Учить надо по-другому. Учить надо именно в хард-условиях. Так у меня очень мало времени. Да, да, я понимаю. Меня зовут Петр. Мы представляем Ижевский завод кирпича. Мы, насколько знаем, у вас, вы занимаетесь стройкой, вы руководитель, владелец, правильно понимаю? Да. Четко формулировать мысль, четко делать предложения. Мы занимаемся, мы... Нет, меня зовут Петр, я из компании Татакой-то. Я знаю, что вы занимаетесь стройкой, я знаю, что у вас сейчас открываются новые объекты. Мы вам предлагаем сотрудничать на более выгодных условиях, нежели у ваших сейчасшних поставщиков. Все, как бы вот сразу взброс. Короткий взброс. Объектов по Самаре и 7 объектов по Чувашской республике, нам сказали, у вас есть, и какие-то стройки в Москве. Да, совершенно верно. Ага, хорошо. Правильно я понимаю, что у вас сейчас есть какие-то поставщики уже всех строительных материалов и кирпича на новом объекте, и они уже определены? Да, причем мы с ними давно работаем. Да, я понимаю. Николай Михайлович, мы представляем, собственно говоря, Ижевский завод кирпича, работаем с такими объектами, берем их, делаем предложения. Зачем повторять одну и ту же информацию? Нет, ты спросил, вы с кем-то работаете? Да, мы работаем, отлично. Вы на каких условиях работаете? Сразу уточнять. Вот у нас такое предложение есть. Мы вам тонну кирпича за 150 тысяч рублей можем предоставить, при этом логистика разрабатывает ценами, при этом фиксированная цена будет на месяц. Если мы договоримся, то можно на 3 месяца эту фиксу положить, потому что я же заинтересован вас как в клиенте, я знаю, вы серьезный человек. Все, бомбить сразу. Нет у нас за 1200. Отлично, хорошо, мы можем рассмотреть и систему скидок, при этом давайте сравним, чей кирпич лучше. Все. У меня вот такое предложение вам. Понимаю, что вы работаете уже с вашими текущими клиентами. Скажите, а если бы условия сотрудничества? Не с клиентами, а с контрагентами. С нашим заводом были бы принципиально лучше по цене, по сроку, по каким-то существенным для вас параметрам. Скажите, вы вообще в принципе могли бы обсуждать новых подрядчиков? Или вы железно работаете только с определенными в силу каких-то условий? Слишком долгое предложение, слишком длинный вопрос. Вот я сейчас только что сказал, как лучше задавать. В принципе, на перспективу бы, вы бы могли бы, если бы ДКБ, а если бы птицы умели плавать в океане на глубине 11 тысяч метров? Нет. Просто. Я вам предлагаю. Вот такая-то цена. Вот такая логичность. Вот такая поддержка. Сроки быстрые. Быстрее, чем у ваших. Мы 25 лет на рынке. Мы знаем, как работать. Все. Все, конкретику, цифры, сроки. Да. Да, конечно. Если в принципе условия будут существенно понятнее, яснее и интереснее, вы в принципе рассматриваете каких-то новых подрядчиков? Мы готовы рассмотреть. Хорошо. Николай Галович, смотрите. Мы здесь в Чебоксарах проезда. Мы сейчас как раз встречаемся с руководителями таких производств. Делаем интересные предложения. Лишней информации. Зачем человеку знать, что вы кому-то делаете предложение? Одно дело, если это он к вам пришел и говорит, ну, как у вас там кирпичи, вы такие, ну, мол, у нас сейчас поставка только для одного готова, да, то есть, но мы там еще других рассматриваем. И вот, и тогда да, это обратная сторона, что вам, у вас есть объем, к вам приходят разные люди, и вы такие, ну, вот, если ты будешь выгоднее, то выгони. А тут зачем ты это говоришь? Ну, вот, какая нахер разница? У меня, вот, для того, чтобы, у нас реально интересная цена, по ряду позиций мы на 20-30% ниже некоторых аналогов, но в целом цена у нас не ниже, а даже выше на кирпич. Да, ниже. У нас в целом цена выше, но мы начинаем работать с другими компаниями в силу того, что у нас оптимизирована логистика, мы всегда работаем сроками, и у нас есть гарантия сроков. Вот, тут как бы логика появляется, что мы как бы дороже, но поэтому мы еще делаем, точнее, не поэтому, мы дороже, потому что у нас есть логистика, мы работаем там сроками, но ты зачем клиенту говоришь, что у нас дорого? Не надо ему говорить, а вот у нас дорого, возьмите нас, потому что у нас логистика классная. Нет, ты ему говоришь, мы вот столько стоим. Он говорит, а мы его за столько берем. Да, а у нас вот это, 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 это. А у вас там что есть? А мы вам опять же вот фиксацию на месяц сделаем, на 3 месяца, там, если будем более полгода с вами работать, то и какую-нибудь скидочку вам предоставим, там, лишнюю тонну, зашлем, самые первые, самые новинки будете вы у нас первыми получать. Зачем говорить, что у нас дорого? Кому это интересно? Это интересно только таким инфо-цыганам, которые приходят в магазин покупать себе пиджак, и какой самый дорогой, вот тот. Спасибо. Что за идиотизм? Вот, поэтому, для того, чтобы сделать вам интересное предложение, надо его рассчитать. Николай Геннадьевич, скажите, такой вопрос. Могу ли я задать вам несколько вопросов, в принципе, по спецификации? Такой вопрос. Могу ли я задать вам несколько вопросов? И вот смотрите, во-первых, абсурдно звучит, да глупо звучит. Ты уже задавал вопросы. Уточняющие вопросы для того, чтобы сделать вам на основании этих вопросов уже более конкретное, интересное предложение. Не нужно просить возможности задать вопросы, если ты уже задавал вопросы. Ты уже у него уточнял, как минимум, работает ли он с другими поставщиками. Ты просто говоришь, ну хорошо, отлично, раз вы рассматриваете взаимодействие с другим контрагентом, давайте так, мы вам предлагаем тонну за полторы, ну грубо говоря, да, там тонну за 150 тысяч рублей. Вас такое устраивает или вы с кем-то по другим условиям работаете? Прям по конкретике. А то я вас сейчас буду расспрашивать. Не надо меня расспрашивать, я не в школе на экзамене. Простите, как вас зовут? Меня зовут Петр, да. Петр, можно только вот побыстрее? Конечно. Хорошо, тогда я сейчас буду задавать вам вопросы по спецификации, по подрядчикам, это займет 4-5-7 минут. Тем более, ты сам сказал, что ты в этом бизнесе как бы знаешь толк, потому что у тебя есть другие контрагенты, с которыми ты сейчас начинаешь работать. Ты занимаешься этим кирпичом уже, как бы я понимаю, давно, ну судя из разговора. Зачем тебе вопросы задать? Ты уже должен знать эту спецификацию. Никогда не идите на продажу, если вы не знаете, с кем вы идете на продажу, если вы не знаете компанию, если вы не знаете, чем она занимается, если вы не знаете свой продукт. Тут получается, что человек не совсем знает свой продукт, не совсем понимает, к кому он идет. Причем самое то, что странное, эти ребята сами формулировали данную ситуацию, они сами сказали, что вот будет строительная фирма. И сами в этом плавают. У тебя аудитория, которая хочет зацепок, которая хочет, чтобы ты объяснил, как вводить клиента в ассоциацию, чтобы он представил себя в определенном месте комфортно и ты порастроил мостик этого комфорта со своим продуктом. Они этого хотят, а не просто, что ну я вам сейчас буду вопросы задавать, какие-нибудь там 4-5-7 минут. Скажите, вы сами закупаете? Вы занимаетесь закупками сами? Или у вас есть какой-то человек, который за это отвечает? Нет, есть мой подчиненный, который... Я тогда с вами, мы обсудим принципиальные вопросы, дальше мы обсудим смету с ним, и дальше, если вы разрешите, я примерно... Это займет у меня неделю, через неделю я приду и покажу цифры сравнения нас с другими подрядчиками. Да, давайте. А почему ты сразу не можешь предоставить цифры с другими подрядчиками, если ты идешь на встречу уже вживую с генеральным директором? То есть у тебя должно быть уже предложение. Такие разговоры, они уместны, когда тебе кто-то звонит и говорит, а чем вы лучше? И ты можешь сразу не отреагировать, если у тебя нету, конечно, информации по другим компаниям, по конкурентам. Но она должна у тебя быть, если у тебя ее нет, ты херовый продавец. Ты херовый продавец, ты херовый руководитель, если у твоих сотрудников нету информации по конкурентам, и они не могут сразу бить ценой, цифрами, сроками. Я могу начинать? Конечно. Спасибо. Точка. И это не продажа. Но там идет часть аплодисментов, все рады, классно, супер, мы заплатили деньги, чтобы услышать, точка, это не продажа. Здесь как бы было вот это слово «да», но, во-первых, человек, который отыгрывает клиента, он просто, ну, амебный клиент, который захотите все, кто угодно, ко мне в офис. Я соглашусь со всем, я не выслушаю цифр. Так тренинги по продажам не строятся. Тренинг по продажам строится по конкретным примерам, по конкретным возражениям, по конкретным обработкам возражений, по внедрению менеджеров в стрессовую ситуацию, где показывается, как клиент может давить авторитетом, как он может обманывать, как он может подставлять и так далее и тому подобное. Это не тренинг по продажам. Ищите, если вы заинтересованы, если вы перешли на это видео, то, скорее всего, вы заинтересованы в данной сфере. Ищите людей, которые действительно продают, которые действительно работали, как наемные сотрудники, которые, возможно, создали свои фирмы, которые продающие фирмы. Не просто там, я создаю фирму, вот как, бизнес-молодность. Нет, продающие фирмы, которые также занимаются продукцией, питанием, дистрибьюцией одежды или программным обеспечением. Ищите таких, ходите туда, устраивайтесь, блин, да на работу, устраивайтесь, где, даже если у вас есть работа, ходите по другим местам работы, где есть welcome обучение, просто берите отпуск на своей работе, идите туда, вас неделю обучают, вы такие, ну, не, мне не подходит, и уходите. Но у вас есть уже багаж знаний. Вот и все. На этом, я думаю, видео тоже подходит к концу, оно оказалось долгим, для кого-то, возможно, даже нудным, но вы должны понимать, так тренинги не проводятся, но такие тренинги не стоит ходить, тратить на это деньги не стоит. Если вам интересны какие-то конкретные нюансы, пишите мне в комментарии, будем разбирать. И я продолжу разбирать бизнес-молодость с их вот этими тренингами, с их вот этими видео, пока большая часть людей не поймет, что это абсурд, потому что хоть сейчас их и разоблачают, что у них нет ни бизнеса, ничего такого, но к ним все равно идут как к ораторам. Ну и как ораторы они не состоялись, как мы можем видеть вот на простом данном примере. Они не состоялись даже как учителя воздуха, потому что продажи это отчасти воздух, но они даже так не состоялись. На этом все. Понравилось? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Не понравилось? Ну ставьте дизлайк и уходите на другие каналы, которые об этом не говорят. Ну а с вами был, если вы всегда Данила Рыжкин, самый субъективный продач всего Ютуба и всего интернета. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо, всем дизлайк.